ребят привет всем добро пожаловать так на этом стриме я хотел бы запечь наши маски для кота сегодня стримчик немножечко начинаем раньше чем это по расписанию вот о чем я объявил в дискорде не забывайте кстати заходить туда вступать в него так вне стрима вчера я сделал две очень тяжелые штуки не сделает я вне стрима потому что просто-напросто тут бы все очень сильно залагало и вы бы этого все равно нормально не смогли увидеть давайте я как бы вам постфактум уже покажу что я произвел на прошлом стриме мы расчесывали нашего кота да вот делали ему шерсть я сделал следующую штуку я эту шерсть конвертировал в сплайны вот а затем конвертировал в меш и затем я теста ради перепек на него base color ну это и сапсенс пейнтере то что было покрашено вот вполне прикольно выглядит вот теперь я хочу перепечь уже наши маски которые мы сделали да сапсенс пейнтере то есть вот они у есть и их можно совершенно великолепно изменять так сейчас возможно будет стрим немножечко проваливать потому что блендер очень много оперативной памяти занимает так ну вот сейчас должно отлагать вот то есть вот они наши маски да здесь подготовил некоторые цветовые пресеты вот их можно применять получать различные расцветки котов весьма натурально выглядящие да вот сейчас давайте я блендер пожалуй закроем вот чтобы по производительнее все было и работу будем производить в сапсенс пейнтер и в форма сет так это давайте закроем сохранять нам это все не нужно переходим в марма сет здесь я уже подготовил сцену кстати какая есть еще фишка с мехом после того как я ее конвертировал в меш я очень сильно сгладил этот меш в результате чего вот эти вот волосинки они очень сильно уменьшились уменьшать мне их нужно было для того чтобы поменьше пикселей скажем так запекаемой текстуры попадала на каждую волосину и в таком случае если эти волосину увеличить то они вот эту вот раскрашенную текстуру да не совсем аккуратно но это я специально так делал они бы ее так вот растянули по своей длине ну и соответственно блендере вы видели что это вполне прикольно выглядит но здесь у нас загружен base color поэтому давайте сейчас выгружать из substance painter черно-белые маски и по очереди их запечем в текстуры кстати могу показать текстуру которая запекается на вот такой вот лютый меш она выглядит очень жестко еще более жестким был процесс uv развертки вот то есть такое прям коричневый шум вот но в блендере я использовал способ развертки не обычный англ потому что если вы так сделаете а я так сделал я так сделал ждал 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 оставил комп на ночь проснулся утром блендер все еще висит попробовал light map pack в блендере и он управился где-то за минуту за 2 с разверткой этой шерсти поэтому имейте ввиду light map pack позволяет быстро разворачивать высокополигональные меши вот если вам там не нужна большая аккуратность и развертки то можно использовать рекомендую бары габринами привет привет что-то меня лапа кошачья вообще не получается да сложная вещь с лапами откуда тоже лепил не просто это все не просто ну тут рекомендация лишь одна это ну смотреть на анатомию и пытаться и воспроизвести прям по косточкам до отдельно потом между ними нарисовать заполнить скажем так мясом так вот так кошка выглядит сейчас вот у нас есть каналы да но я про них уже собственно говорил вот единственное что вот на канале blue тут у нас хвост сильно выделяется вот эти вот тут белые такие ошметки я их пожалуй сейчас притушу немножко так опять же если проблемы есть со звуком то дайте знать я буду знать что есть проблемы со звуком но они пройдут когда какая-нибудь из программ произведет просчет то есть конечно идеально иметь два компа до один из компов на котором производится работа подключен к карте захвата вот и карта захвата на другой комп транслирует просто картинку в таком случае даже если на рабочем скажем так компе происходит какие-то тяжелые вычисления сам стрим не лагает пока не могу себе такого позволить но в будущем возможно карту захвата в любом случае надо будет брать если я смогу выцепить playstation тогда нужно будет брать карту захвата для того чтобы красиво стримить ну типа можно самой playstation стремить конечно же да там поддерживается такая функция вот но как бы через комп стремится наряднее тут можно оверлей всякие вывести так давайте сейчас приглушим 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 либо можно размазать так можно подразмазать вот эту полоску тем самым она и приглушится заодно ну в целом даже уже ок просто такие прям совсем выбивающиеся яркие части надо вот так немножечко растушевать вот лапы хорошо выделяются да можно было это видеть вот здесь я хочу оставить пусть глаза будут подчеркнутыми красивыми так ну все нормально короче можно сохранить вот можно сохранить и экспортировать текстуры вчера в самом начале стрима я все-таки донес не совсем правильную информацию проверив еще раз я убедился что все таки нет про альфу говорил что когда мод юзер 3 перетаскиваем да я говорю что нужно выбирать альфа чену так не будет работать все таки нужно выбирать горе чену и тогда вот эти вышестоящие каналы не будут обрезаться альфы вот я закрепил комментарий под предыдущим стримом с такой же информацией это немножечко сыплю голову пеплом но как бы не ошибается тот кто ничего не делает я себя этим утешил так смотрите но вот этот пресет нам сейчас не нужен нам сейчас нужны все кастомные каналы вывести прям отдельно поэтому можно выбрать документ channels плюс норма плюс а о ноу альфа вот это нам подойдет давайте теперь зайдем сюда в так через и здесь создадим какую-нибудь папку for your day как-то вот так вот да выбираем эту папку и 2048 но в принципе нам подходит давайте экспортируем 9 текстур получится так это происходит быстро что радует так теперь на заходим текстуры фьюр бейк смотрим что у нас экспортировалась нам бейс кауэр не нужен так альфа нужна blue нужен green нужен хейт не нужно а ложка не нужна мы этом армас этом запечем более красиво так ну карта нормали ну кстати пусть она будет хотя вроде экспортировал да она есть нам она тоже не нужна пусть она нас не смущает вот так вот у нас остается 4 текстуры red green blue и альфа каждую из них мы поочередно запечем в с использованием мармасет почему мармасет можете спросить вы а потому что мармасет печет очень быстро и очень качественно особенно когда касается высоко полигональных мешей в данном случае кстати у нас немножечко наоборот происходит ситуация мы печем достаточно низко полигонального вот этого кота на здесь около 30 миллионов полигонов вот в этом еле-еле видном шуме да здесь я очень сильно уменьшил волосинки как объяснял ранее для того чтобы на них попало буквально один-два пикселя текстуры а потом в нормальном увеличении они бы растянули эту текстуру по своей длине и получилась бы красивая шерсть так коротко по мармасету как тут запекать ну прям не то что это туториал но как я стараюсь немножечко планку образовательного контента держать когда вы запускаете мармасет у вас пустая сцена вы перетягиваете прямо из проводника high polymesh и low polymesh да давайте я вот это вот удалю байк project ну да вот так вы видите свою сцену просто пустой теперь нам вот это у меня по-моему до 345 мегабайт это у меня шерсть на которую я буду печь я перетягиваю из проводника так и также какая-то low poly вот этот вот наш вот у нас есть два мэша да соответственно нужно сделать запекание с одного на другой берем нажимаем эту кнопочку new big project она форме хлебушка очень символично так и соответственно в low poly кладем тот мэш на которой нам нужно произвести запекание вот сюда вот хай поле кладем тоже с чего мы запекаем у меня тут все наоборот слегка да то есть у меня высокополигональный мэш оказался flow poly но логика такая что пишется с хай поле на low sky на low да так теперь вот здесь когда вы нажимаете байк project у вас есть кнопочки показать хай поле показать low poly на вот ну в моем случае low poly она тут еле-еле видно вполне возможно что стрим даже этого не передаст я максимально уменьшил волосинки так включаем одно включаем другое так теперь вот наша как бы оля хай поле да вот ее материал marmoset не умеет в такие сложные приколы с упаковкой каналов поэтому я собственно из substance пейнтера и экспортировал 4 отдельная текстура мы их также запечем на шерсть и просто потом соединим так давайте например можно начать альфа кстати нам здесь не нужна потому что в альфе у нас нарисован на нос там язык вот эти подушки лап нам нет ее смысла печь потому что ну как бы на ней шерсть не растет а мы сейчас хотим именно шерсть запечь так давайте начнем с red канала прямо сюда вот его перетягиваем вот так у нас выглядит кошка очень странно непонятно но главное результат так теперь вы в бэйк project нужно выбрать куда мы будем запекать вот здесь вот нажимаем на big project а вот так соответственно выбираем куда мы это дело будем класть назовем это так вот как-нибудь главное чтоб у нас текстуры не по ней перемешались и мы тут ничего не напутали как-нибудь так назовем формат png мне нравится он вполне подойдет так и ну соответственно просто берем нажимаем бэйк если сейчас что-то будет пролагивать то это нормально минуту-две и стрим отвиснет так ну все видите быстро запечка произошла визуально тут сложно что-либо увидеть да кстати он нам запек нормально забыл знаете про какую штуку сказать нам нужно не нормаль вот здесь вот в мэпс нам нужно только альбедо нажимаем кнопку конфигьюр конфигур все убираем нужно только альбедо все нажимаем кнопочку бэйк и она появится в проводнике ну вот она быстро достаточно быстро запеклась так дальше можно было кстати назвать fb red вот так вот ну да мы уже запекли давайте fb green тогда следующую назовем так вот это соответственно меняем на другую текстуру другую маску вернее да green вот она кладем я снова сюда тут у нас картина поменялась здесь fb green нажимаем бэйк он их рисует красным цветом почему-то ну нам это не важно так дальше нам нужен blue вот он то же самое перетаскиваем и здесь называем fb fb blue и снова нажимаем бэйк так сейчас я на секунду погашу экран момент все так все это у нас тоже получается запеклось да тогда это у нас тоже запеклось хорошо вот у нас три вот таких вот странных шума получилось до пайплайна вообще максимально странный и это даже сложно расценивать как туториал но просто имейте ввиду что такое тоже возможно и с этим можно добиться результатов ну я люблю придумывать какие-то новые изощренные способы главное что работает знаете так marmoset кстати можно не сильно закрывать потому что он нам еще пригодится так теперь 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 можно что сделать сейчас дайте немножко сообразить теперь нам по факту вот ту текстуру да нужно от меха уже полноценного взять и перепечь на лоу поле тоже в виде таких вот отдельных масок а затем уже пойти куда-нибудь собственно дизайнер и там их все объединить в одну картинку да примерно так примерно так хорошо так сапсинспейтер кстати нам не нужен нужно его выгрузить из памяти чтобы он нам тут не мешался что я тут меня ничего особо не менял окей так blender так сейчас я его загружу файл и нормально на экране сделаю так так вот он вот он наш мех так его давайте экспортируем файл экспорт обиджей selection он ли сразу нажимаем галочку иначе очень надолго подвиснем потому что блендер будет экспортировать вообще всю сцену разом назовем это как-то опознавательно фьюру лон шерсть длинная так и экспорта биджей опять же может быть проблема со звуком сейчас пройдет когда произойдет экспорт я молчу в этот момент потому что не уверена что нормально-то меня будет идти звук в момент когда комп так сильно нагружен поэтому молчу блендер очень конечно плохо работает с хайпольными мешами но вообще в 291 можно посмотреть до 17 миллионов трисов принципе сцена нормально ворочается так и так и Продолжение следует... Продолжение следует... Говорят, что если вот так вот вращать курсором, то все операции будут производиться быстрее. Я обычно рисую знак бесконечности, когда такое происходит. Возможно, это удлиняет все. Не, надо вот так по часовой стрелке крутить. Если против, то будет как бы наоборот откатываться процесс, да? А если по часовой стрелке, то будет все ускоряться. Вот так вот надо делать. Прикиньте, так весь стрим пройдет. Так вот, как бы себя проверить то, что я не пролагиваю, так я бы хоть что-то говорил, что ли? Это уж непонятно. Причем выбора не дождаться вот этого конца этой операции нет. Этот мех, он прям критически нужен. С него будет перепечка производиться. Нужно глянуть, грузит ли он его в проводник вообще. Ну, как минимум, да, грузит. Так, а место? Место должно быть, да? Место есть. Ну да, тут место вагон. Ух ты ж, блин. Гик с лишним. Да. Ха-ха-ха. Ну, чувствую, что он экспортировал. Так, все. Если проблема со звуком была, то... Сейчас ее не будет, да? Должна пройти проблема со звуком. Ну, ну, жестенько, 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 должен сказать. Так, ну, Marmoset должен это съесть. По идее, должен. Так, давайте это мы уберем в сторону. Не лагай, не лагай. Да, пайплайн странный, очень странный пайплайн. Но я хочу дойти до победного. Так, хорошо. Так, это у нас не совсем, по-моему, лоу-поле. Да, это не совсем лоу-поле. А нам нужна прям лоу-поле, лоу-поле. Это вот это вот. Так, давайте возьмем ее экспортнем. Экспорт OBJ также. Я просто ту лоу-поле перезатирал, поэтому... Повторно это сейчас требуется. Ну, то же самое экспорт OBJ. Selection only обязательно. Экспорт OBJ. Здесь все быстро. Что радует. Так. Давайте. В принципе, можно свернуть. Я думаю, винда справится с распределением ресурсов. Здесь давайте news сцена. Новая сцена нажмем. Так. Берем. Вот это вот. Шерсть длинная. OBJ. Впихаем мармасет. Мармасет у меня съедал 30-50 миллионов полигонов. Проблем я не ожидаю. Сейчас блендер давайте сделаем вот так вот. На чатик залезал и было некрасиво. Так. Да. Вот все. Мармасет загрузил. Это у нас чистая шерсть. Без вообще всяких там... Мешей под ним. Так. Хорошо. На эту шерсть мы... Ну, давайте сразу сейчас лоу-польку положим. Где она у нас тут? CatLP. Вот он. Да. Угу. Можно посмотреть. Да. Это лоу-поль. Все хорошо. Давайте сразу бейк-группу. Создадим бейк-проджект. Здесь уже все правильно. Лоу-полье. Сюда. В лоу. Хай-полье. Вот сюда в хай. Так. Ну и отображать его, в принципе, нам не требуется. Единственное, что давайте сохранимся. Ну, вот здесь прям... Бейк. Вот так вот. Так. В принципе, все самое страшное, по идее, должно остаться позади. Но посмотрим. Может быть, что-то еще будет. Ну, по крайней мере, я такого не ожидаю. Так. Вот у нас... Такие вот текстуры, да? Они у нас красного цвета. Хотелось бы знать, почему. Да, в принципе, не обязательно. Так, главное. Вот у нас Red. Нам надо его положить на мех. Если мы посмотрим на хай-польку, в лоб-поле можно скрыть. То шерсть, по идее, с ней все хорошо. Ну, за исключением того, что она красная, с ней все хорошо. Возможно, кстати, тут у нас красный цвет стоял. Ну, в принципе, не важно на самом деле, какой тут цвет. Главное, что он от черного идет к более светлому. Там мы уже в Substance Designer все это дело дотюним. Это сейчас не принципиально важно. Так. Теперь нажимаем на Low. Здесь у нас есть такой вот кейдж, автоматически генерируемый. Давайте, кстати, посмотрим, насколько он покрывает хай-поле. Ну, в целом, он это хорошо делает. Можно сделать offset побольше, да? Вот так вот, чтобы он полностью покрыл. Чтобы он полностью покрыл и хай-поле, и лоу-поле, да? Чтобы он прямо так наружу вылезал. Вот. А места, где могут быть потенциальные проблемы, мы сейчас прямо так вот кисточкой подкрасим. В этом, кстати, и есть один из самых таких основных приколов и удобств мармасета, тем, что можно это делать удобно кистью. Вот у нас вылезает такое окошечко. Вылезает такая вот кисть. И мы просто берем и в места, где нам не нужно, делаем кейдж поменьше. Ну, вот здесь. Потому что, когда чрезмерно большой кейдж, это тоже может привести к проблемам с запеканием. Вот здесь у нас, видите, вылезло. Побольше сделаем. Ну, так вот, основные места это у нас, как бы, мордочка, да, и лапы. Там у нас много элементов, находятся рядом друг с другом, и они, соответственно, могут там пересекаться, там, где кейдж находится. Ну, здесь прям сильное пересечение, здесь стопроцентно будут проблемы. Вот мы сейчас так уменьшим, и проблемы должны пропасть. Можно даже еще вот так вот прям... Так, главное, чтобы захватывались волосины вот эти вот. Так, ну, пересечение есть, ну, посмотрим, как запечется. Если будут проблемки, то подкрасим еще. Так, и здесь то же самое. Так, ну, здесь все. Пускай будет размашисто, не жалко. Здесь вот чуть-чуть вылезает краешек. Так, еще побольше даже давайте. Вот так вот. Так, ну, все. В принципе, вот с таким кейджем у нас должно запечиться хорошо. Так. Ну, соответственно, вот у нас bake project. Возвращаемся к нему. Можно хайп-поле выключить, чтобы видеть, что у нас сейчас запечется. Что бы я хотел запечь? По крайней мере, для первого раза я хотел бы запечь нормали, тангентные, да? Курбатура, вот это вот все не нужно, я думаю. Ambient Occlusion, да. Материал ID не нужен и альбедо, конечно же, в первую очередь. То есть нормали, Ambient Occlusion и альбедо, да? Такая вот маска. Ну, все. Здесь проверяем, чтобы все включалось. Будет запекаться дольше, чем все остальные, потому что мы бечем здесь не только альбедо, еще и нормали и Ambient Occlusion. Вот, но в последующие два раза мы нормали и Ambient Occlusion отключим, потому что там будет все то же самое. А вот цвет альбедо будет другой. Нажимаем Bake. Опять же, предупреждаю, стрим может какое-то время лагать, но потом все вернется. Так. Пожалуй, стоит выбрать путь. Что тут? Я не вижу, чтобы какой-то эффект возымелся. Так. по идее у лоупольки у нас какой материал? По идее вот этот, да? Ну-ка. Да. Какая-то procedural. Так. Ну, давайте еще раз. Что-то я не совсем понял такого мува со стороны Marmoset. Так, 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 так. Bake. Так, ну, окей. Возможно, он их положил, просто и что-то не может переприменить. Так, ну, по крайней мере, нормали есть. Нормали есть. Ну, вот мы видим тут волосины отдельные. Я бы, кстати, запек даже 4К, а потом сделал downscale уже с помощью того же substance дизайнера. Аошка тоже есть прекрасная, да? Ну, это надо накинуть, посмотреть. Почему-то Marmoset этого только не захотел сделать. Ну, сделаем это за него. Давайте, по крайней мере, вот сюда, вот в Albedo положим АОшку. Посмотрим, что тут запеклось. Запеклось вполне все достойно. Да? Может, немножко не хватает разрешения. Вообще, всегда рекомендую запекать, ну, вообще делать текстуры в более высоком разрешении, чем у вас будет это в итоге. тому, как downscale он даст более качественную текстуру, чем изначально запечивает текстуру в 2К, например, в разрешении, да? Так, ну, нормали тоже хорошие. Тоже хорошие нормали. В принципе, прикольно выглядит. Это lowpulka, напоминаю, у нас. Вот, но я бы не отказался от 4К, чтобы иметь исходники покачественнее, получше. Да, давайте. Я могу подвиснуть еще на подольше, но результат того, я думаю, стоит. Я сохраню пока проект. Вот так вот. И еще раз нажму Bake, и уже здесь запеку 4К. То есть, разрешение вот здесь, нажатием на стрелочке меняется. Нажимаем Bake. Так. Так. так здесь по идее должны перенакинуться текстуры это же произошло ну да это произошло заметно что четче стало так ну и все круто и здесь есть какая-то такая подпалена ну это принципе неважно это не имеет значения это так как бы для супер близкого плана конечно заметно что мех необъемный а для вот даже вот такого же расстояния вполне себе неплохо так ну окей эти текстуры мы запекли это у нас был red по моему да вот для 2 3 запечки нам такого же не требуется вот сюда на этот материал мы сейчас кладем другую текстуру для меха так главное не запутаться здесь во всем этом хозяйстве так вот это грин ну да да все круто здесь на более ярких полосках видно что выглядит круто хорошо печем альбедо оставили все хорошо нажимаем бэйк только сначала переименуем так вот грин чтобы у нас не перезатёрся тот файл снова нажимаем бэйк так вот он грин альбедо у нас до положился на уже развертку кота с такими шерстинами на круто хорошо и остался у нас синий канал вот он блин смотрим ну да это он хорошо так здесь переименовываем в blue нажимаем бэйк так ну и все марма сет прям очень быстро печет даже с достаточно тяжелых таких мешей все у нас есть три вырвеглазные текстуры такая такая и такая еще кстати век ней за компанию к ним можно положить вот эту вот ну чтоб нам было понятно наглядно вот она наша альфа все полный набор текстур есть можно пользоваться да но перед тем как пользоваться давайте их все скомпонуем уже ну вот эти вот четыре можно в один png файл положить это удобно делать в сапсан дизайнере так давайте здесь сохраним на всякий случай если потребуется что-то переделать открываем сапсан с дизайнер сапсан дизайнере мы кстати еще будем делать глаза процедурные для кота ну сейчас вот скорее всего мы покончим покончим с запечкой в принципе уже закончили сейчас только осталось это все оформить красиво так в сапсан дизайнере нажимаем new substance даём название ну кэт фьюр фьюр маскс кстати есть такая штука это просто если вы будете работать в команде или уже работать в команде то скорее всего знаете гид системы не воспринимают пробелы в именах файлах файлов поэтому рекомендуется либо нижнее подчеркивание либо просто вот так через минус писать название всех текстур мешей объектов всего чего угодно без пробелов ну и без заглавных букв заглавные буквы вроде бы нормально читаются просто они все равно не воспринимаются как заглавные они как маленькие вот на игровые движки как правило они сами проставляют нижнее подчеркивание например тот же unreal engine да там пробелы заменяются нижними подчеркиваниями в другие программы могут пробелы воспринимать вот но лучше их не делать так берем все вот эти текстуры нормал я здесь нам без надобности мы используем собственно дизайнер просто как упаковщик перетаскиваем сюда можно линковать ресурсы он спрашивает нам что выбрать все выбираем вот они есть сейчас давайте вот так на весь экран сделала было видно так здесь главное не запутаться так это нас альфа это вниз пойдет это red это был и у а это green да вот red я вот сюда смотрю на путь файла red red это green вот это был а вот это альфа у всех у них надо включить грейскел ведь они у нас цветными импортировались как бы не очень не очень такая штука так а они у нас такие тускловато да да я бы конечно может быть их поярче сделал давайте им power power грейскел есть наоборот уменьшим наверно 05 да у нас будет в два раза ярче 5 я скорее всего там в первый раз при запечке просто подкрашивалась красным цветом альбедо поэтому такая вот странная штуковина произошла ну в принципе не страшно это все тюнется страшнее будет заново перепекать поэтому можно обойтись без него так 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 ну если что если что то можно поднастроить будет также нажимаем tab либо правой кнопкой мыши add node да ну как то или пробел можно нажать rgba merge втыкаем красный в красный зеленый в зеленый синий в синий альфу в альфу вот такая вот у нас получилась связка на вот эти вот не нужны ноды вот у нас нод output который изначально он выводит base color да но можно выводить и что угодно вот у нас выходной нод base color назовем его не base color а назовем его ну как rgba mask rgba mask вот так вот а то наши юзуру привет привет идентификатор это именно тот суффикс скажем так к имени вашего файла который будет добавлять substance designer лейбл это просто то что отображается здесь непосредственно на графике ну давайте тоже ради красоты rgba mask здесь и здесь так здесь все оставляем компоненты rgba да 4 канала color space линейная ставим usage base color это подразумевается именно то как это отображается вот в этом 3d 3d парте во вьюпорте substance designer ну нам не важно что он здесь показывает главное чтобы все правильно экспортировалось так давайте нажмем control s сохранимся я кстати уже что то по моему такое делал ну давайте я перезапишу карты cat combine rgba sbs сохраняемся да перезаписываем так и нажимаем правой кнопкой мыши по графику то есть собственно дизайн или как устроена устроены данные скажем так да есть такой пакет это как бы ваш такой проект да пакет с тем что чем вы работаете в самом этом пакетже есть компоненты различные ресурсы это различные импортированные картинки векторные изображения и так далее а вот это это сам ваш график ну вот он тут отображается и вот он подписан это соответственно ваше процедурное пространство в котором вы творите текстуры по нему нужно нажать правой кнопкой мыши экспорт outputs с битмэпс выбрать соответственно путь куда мы это будем класть давайте сюда я положу final фьюр вот так select формат png rgb rgb mask пространство линейное не знаю почему мне его снова предлагает поменять нажимаем экспорт производим экспорт экспорт произвелся заходим в блендер проверяем все ли правильно мы сделали не факт потому что ну вроде все должно работать ну сейчас посмотрим так вот у нас главная управляющая текстура кстати она в проводнике можно посмотреть вот она так панел фьюр вот она маска вот этот комбинированная открываем загружаем смотрим здесь нужно выбрать вот эту вот саму картинку вот она указать ей цветовое пространство linear да и alpha channel packed вот и уже я вижу что у нас тут не совсем все хорошо и красиво но вернее как цвета то в принципе они есть и накладываются нормально давайте сейчас не вот эту лютую расцветку а нормальную применим вот и посмотрим все ли нас устраивает вполне возможно что нет вот ну в общем целом не хватает контраста что ли да все смешивается в какую-то такую кашицу давайте пропустим наши вот эти ноды здесь кстати можно нажать automatic export one output change да и тогда когда вы будете со своим графиком делать какие-то вещи он будет автоматически переэкспортировать для начала можно просто убрать вот эти ноды хотя мне кажется будет еще менее насыщенно ну давайте просто ради эксперимента он скорее всего это переэкспортировал сейчас давайте перезагрузим просто посмотрим что получилось ну да совсем прям невнятная штука есть короче косяк на стороне скажем так меня скорее всего вот как можно сделать опять же костыль но должен сработать вот смотрите поскольку они у нас все красные да насыщенно красные то можно взять нод rgba split он по идее предназначен для разделения нормальных картинок на каналы но меня интересует получается только красный канал в каждой из них опять же костыль придуманы на ровном месте но перепекать я бы сейчас не хотел поэтому просто вытаскиваем красный канал он у нас тут ярконки я отсюда вижу уже вот и давайте посмотрим что поменялось так он должен перезаписать был так линейная channel проект ну как сказать если все сделалось правильно судя по всему сделалось все правильно только выглядит то это по-прежнему не очень красиво давайте другие цвета повесим может быть зря грешу ну не хватает контраста хоть как вообще это наш юзуру запекание волос да я уже в начале стрима произвел поэтому здесь можешь отмотать просто например посмотреть если хочешь знаете кстати какая еще штука бывает с абсенс дизайнером я не знаю пофиксили они ее или нет но раньше по крайней мере может быть и сейчас здесь видите да экспортируется 8 бит на канал но почему то если открыть вот те текстуры фотошопом то там будет 16 бит давайте здесь поставим абсолют вот так вот вручную есть но она уже указано 8 бит и попробуем сейчас перед перед экспортировать его возможно просто 16 битная текстура экспортнулась поэтому здесь такая штука происходит обновим 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 но ничего кажется не меняется да ничего не меняется есть если посмотреть по каналам то в принципе то они яркие достаточно для того чтобы сржи бин так чисто по приколу ну нет конечно так ну вот если нон кавер выбирать кстати нормально да или не в принципе то же самое делает так давайте посмотрим что у нас тут подается но вообще они яркие слушать возможно что-то в миксе поменялось просто но но так они яркие прям очень даже к этому претензий нет и альфа ну-ка давайте посмотрим альфа сейчас момент экран немножечко выключу слегка на коротенькое время возвращаемся так все видно так ну слушайте если проблема не с картинкой то в принципе это уже гораздо приятнее здесь так как бы порешать я думаю можно осталось понять на каком этапе пошло что-то не так давайте просто цвета возможно у нас такие вот тускловатые это у нас основной цвет да это у нас вот этот второй цвет дополнительный такой в противовес дается тому ну вот например в принципе он позволяет доделать максимально темный максимально светлый давайте так немножечко с рыжиной можно сейчас кстати сразу за дизайнить расцветку кота который будем использовать ну вот здесь кстати я замечаю косяки это можно ретушить будет на морде вот на туловище вот особенно на спине вообще хорошо в целом все давайте кстати раз уж такое дело пошло то подгрузим сюда ambient occlusion неистово лагает так но здесь у меня имеются еще вот эти вот хайполь на и другие мыши я бы их из этого проекта не хотел убирать давайте просто еще один блендер открою и там сделаю уже такой более чистовой проект так вот так вот сюда вставляем так вот этот вот закрываем сохраняем так смотрим control c control если что в блендере между открытыми копиями блендера можно таким вот образом их переносить объекта так сюда давайте положим а ушку а ушка ушка лежит у нас вот здесь кладем и нормальку тоже кладем так сейчас давайте их сразу подключим на свои законные места так вот эти вот ноды нам уже не требуются они были для сплайновых волос по крайней мере на данный момент это нам не требуется mix rgb а ушку вставляем как фактор так вот и тень черного цвета там главное не перепутать чтобы оно было там где должно быть да да я конечно же перепутал вот так вот да хорошо сразу глубина появилась хорошо кошка худая черная такая прям демоническая ну в принципе я так и хотел по крайней мере на эту худую кошку у меня были такие планы а так рыжий код это вообще конечно изначальная цель рыжий и жирненький код так ну он тоже будет здесь нон колор указываем обязательно для нормал мэпа так и давайте сейчас сохраним проект так и настраиваем ей цвет еще прикольные цвета тоже нужно найти немножечко из синяя такой черный на прикольно так но все таки цель рыжий код поэтому давайте рыжего кота так вот допустим он у нас базовый цвет вот такой подпалена у него вот такие вот красные free spirit 3d спасибо за подписку на twitch так ну здесь пока давайте он вот такой будет черные полосочки вот черные полосочки они у нас как то так это слабоватенько выделяются ведь типа они конечно имеют какое то воздействие но я бы их сделал пожирнее что ли ну здесь они смешиваются в целом нормально да то есть их их смешивать зеленый канал давайте посмотрим каков у нас зеленый канал на вид ну слушать он яркий весьма яркий странновато вот я хочу и черные полоски на они у меня особо не делаются так давайте чекнем все таки что тут у нас по цветовым всяким пространством ну по идее если мы выберем другие режимы да то да здесь у нас канал вообще работать не будут при мультиплайт происходит жесть слигинца ну да нет нам не подходит channel packed это как бы то что нужно так окей если сделать его допустим ну давайте допустим серый да прям белый код допустим да белый код с черными полосками сейчас как раз на этом этапе можно это все дело оттестить да не хватает слушать не хватает ну как можно сделать можно в дизайнере так у нас там зеленый канал да был недостаточно явным ну давайте его поджарим что ли ну странно поджарим его такой вот курвой двойной щелчок чтобы можно было ее изменять делаем такие вот поярче переходы ну посмотрим что здесь у нас поменялось ну слушайте нет что то идет совершенно не по плану тут вырвиглазные должны быть совершенно полосы окей давайте пересоберем материал прям прям вот аж до сюда до этапа смешивания с аошкой так вот у нас наша rgb маска да вот она процедурная замечательная так собственно дизайнер кладет ее вот сюда да все правильно вот она так так из нее мы берем красный канал вот он ну яркий красивый красный канал так здесь режим цветовой все с ним хорошо давайте кстати так по отдельности посмотрим что может поменяться скорее всего особо ничего да ну линейно обычно используется в большинстве ситуаций когда необходимо такие манипуляции проводить хорошо так берем color mix заодно покажу как это все дело смешивается так вот у нас красный канал красный канал это фактор фактор по которому мы смешиваем два цвета первый и второй цвет ну вот давайте да это прям основной будет да это он основной да ну да он основной и вот второй смешиваем первый и второй цвета ну вот уже даже на этом этапе я вижу не совсем контрастное изображение то есть здесь же прям должно быть жестко почему не происходит так не понятно совершенно совершенно непонятно ну так ну кламп это никак не ограничивает да интересная вещь ну-ка если кстати мы смешат по альфе так ну по альфе здесь все понятно все предсказуемо смешиваются на сто процентов вот это идет туда это идет сюда вот если кстати делать наоборот то ну почему то более ярко ну-ка не ну просто цвета более агрессивные окей все ясно так ну хорошо ну в принципе вот если до крайней крайне это взять взять крайне вот этот то все нормально смешивается в принципе там хорошо ну пусть будет какой-нибудь он такой вот опять же красновато-рыжеватый здесь допустим такой вот желтый а наоборот да здесь у нас получается должно быть покраснее здесь у нас должно быть по желтее желтее здесь покраснее ну допустим так дальше дальше втыкаем соответственно это в этом уже зеленый канал у нас как фактор так по зеленому каналу мы добавляем полосочки получается черные на и они должны быть черными если они не черные то это уже плохо плохо но они прям блеклые они прям блеклые можно конечно упороться и просто вот сюда вот так вот гамму засунуть да и все зажарить и тогда конечно у нас будет все смешиваться как положено ну это же неправильно ну это же неправильно по крайней мере нужно вот сюда вот хотя бы да так ну в качестве костыля я наверное пожалуй даже это так и сделаю ну но вообще не помешало бы разобраться почему происходит такое прям слабое разделение цветов ну так еще более менее да так в принципе пойдет так вот кстати вот эти черные полоски я хотел бы чтобы они были на самом верху а между этими пусть будут вот эти вот светлые полоски их мы смешиваем с по синему каналу так вот тоже ему получается дадим гамму так желтые полоски у нас светлые полоски вернемся как раз таки вот желтоватые какие то можно немножко такие морковные какие то да пусть код будет прям такой яркий дитя солнце ну окей ну допустим да так ну и последний у нас микс это добавление вот этих вот кожаных частей берем берем вот это берем вот это можно f нажимать кстати блендер также их соединяет и здесь мы смешиваем по альфе по альфе ссоем ее сюда фактор так ну и нос и эти лапы получаются такие вот какие то розоватые да розоватые немножко потемнее можно давайте эту подключим уже к шейдеру принцип вот да чтоб нормальном освещении это все видеть сюда ушка сейчас добавится должно быть насыщена на действительно насыщена ну как можно здесь не прям черный цвет до добавлять взять вот 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 так вот и пропускать его через черный цвет здесь уже регулировать уровень затемнения в тенях да ну как-нибудь давайте 05 может 05 нормально вот и в аутпуте у нас вот такая штука да только этот кожаная часть можно дать юнить как-нибудь их но они не не черные они больше получаются они красные только бледно-красные на тупо светлее ну может быть примерно как то так так ну в целом кошка у нас запечена вот есть у меня вопросики к текстурам вернее к вот этим вот маскам да ну к текстурам тоже немножко тут кое-где нужно подретушировать чтобы поаккуратнее было вот но в целом эффект которого хотел добиться он получился хорошо так теперь у нас уже в принципе стрима немного осталось ну все равно по крайней мере можно начать процедурный материал глаза так эту кошку мы пока оставим давайте по крайней мере начнем делать процедурный материал глаза вот он нам пригодится здесь вот этот проект можно сохранить закрыть нажать новый назвать его к а я так и сделать как то вот так так у вас отображается да так давайте пюре пюре откроем так здесь загрузим референсы ну вот в целом мне нравятся вот эти вот глаза они тут хороший референс достаточно хорошего качества вот и и глаза фактурные такие вот делать тут все достаточно просто так включу его сейчас поверх остальных окон а он он так включен ну хорошо вот пусть он тут у нас будет делаем следующую штуку нам нужно взять какой-то паттерн обычно я для глаз использую такой даже не паттерн а вот это grunge map да вот такой он напоминает кору какого-то дерева можно по балансу настроить давайте вот так немножко по по фактурне контраст контраст можно давайте поменьше наверное пока что возьмем крайне мере для первого слоя вот и нот который загнет вот эту вот текстуру по кругу шейк макер по моему называется да шейк макер берем просто вот это вот это сюда втыкаем вот пожалуйста у нас уже есть какая-то наметка так внутренний радиус ну я хочу здесь его уменьшить прям до нуля зрачок сделаем отдельно ширину ну вот так вот давайте чуть-чуть оставим запас тут по идее у нас уже еще же какое-то пространство занимает глазное яблоко вот у людей оно большое у кошек оно прям совсем практически незаметно ну и когда он поворачивает глаза тогда там немножечко белышок виден так дальше это у нас такая вот мелкая детализация можно кстати побольше паттернов сделать чтоб такие вот были какие-то мелкие штуки если не хватает вам количеством можно просто сюда на числовое поле нажать и либо крутануть колесиком и дизайнер позволит добавить еще вот либо вручную ввести тут уж как удобнее ну вот как-то допустим давайте вот так можно кстати это будет сейчас сразу его так вот дублировать вот и здесь random seed так давайте вот сюда вот референс уберу здесь он как раз ничего не закрывает важного здесь вот random seed просто вот так вот как бы передвинуть да и он сгенерирует другой рандомный рисунок вот и соответственно здесь они будут отличаться слегка здесь shape mapper можно выбрать поменьше например паттернов вот взять ноду blend ее можно отсюда из быстрого доступа вызвать подсоединить вот эти вот ноды друг к другу и взять какой-нибудь noise по которому их можно будет смешать ну noise в принципе можно взять любой можно взять например давайте плазму возьмем обычно не пользуюсь этим шумом ну как-то редко когда он пригождается но она прикольная такая жижа перетекает хоть где-то найду и применение и вот так вот берем по ней смешиваем да то есть если мы ее здесь подвигаем то мы увидим что она она у нас производит миксы некоторые ну тут слабовато видно но тем не менее это происходит ну вот конечно лучше как-то равномернее что ли это может быть смешать может давайте вот по такому гранжмапу такими пятнами пусть она смешивается да если мы здесь будем рандомить я для начала просто ага ну вот тут такие вот у нас наляпки ну-ка так если сделать по по выражению вот как-то так например вот тогда у нас ну да тоже какая-то рандомность появляется здесь такие вот резкие границы можно добавить нот blur и поблюдите все этот граница вот это вот гранжмапа вот так слегка не сильно в глаза бросалась так ну допустим задизайнили так сейчас давайте сохраню textures cat eye sbs да так у нас такой получается глазной диск теперь можно сделать вот это вот такой вот интересную змейку да которая здесь по кругу идет так для того чтобы ее сделать у меня есть следующая мысль взять какой-нибудь перлин перлин нойс или гаусин нойс можно взять так вот его увеличить так и и и и и взять какой-то какую-то форму да вот shape так называется прям нот вот здесь здесь можно взять допустим полусферу и с помощью курвы ее подрезать вот она так так вот серединка нам нужна вот это мы сейчас вот так вот утопим так и у нас получается такой вот диск как раз то что нужно это как раз вот так вот вот так вот ну может потом ну можно здесь радиус кстати просто скейлу так сделать и как раз им регулировать так а вот для чего я хочу использовать гауссиан нойс это для того чтобы вот так покривить ее рандомно да то есть можно взять какой-то как он ворп называется да да вот то есть вот у нас исходная форма с помощью ноды ворп мы ее искривляем да вот можно здесь интенсивность интенсивность побольше одного поставить ну вот типа как-то может быть так вот а гауссанойс у нас скейлится поменьше но только так чтобы здесь таких артефактов не возникало так а как шерсть собирать и сделать через тиселяцию хэрплейными или еще как-то хэрплейными волосяными плашками через тиселяцию волосы особо не получится но только если векторный дисплейсмент туда засовывать да потому что но так волосы будут просто торчать до из тела перпендикулярно это не особо естественно скажем так так ну сейчас мы подберем какую-то такую позицию где все нормально но при этом можно direction но из конечно использовать попробовать давайте просто этот верни не нойс а ворп просто этот ворп он как бы все направлено кривит а direction ворп он кривит каком-то определенном направлении вот если здесь интенсити увеличивать ну в принципе тоже да какой то какой то результат давайте попробуем посильнее даже это сделать ну да здесь косяков очевидно меньше давайте можем даже эти скейл увеличить ну вот кстати да вот здесь такие вот примерно происходят искривление здесь большое здесь маленькое здесь еще какое то окей direction ворп нам помогает сейчас посмотрим где нам тут лучше ну вот тут нам лучше как раз и получается сделать так ну так вот как то так ну и соответственно вот это сейчас просто одно с другим объединяем вот это восстановить на низ у нас идет вот это у нас идет наверх так не вот этот нот а вот этот вот так и здесь max light ну только его надо уменьшить саму вот эту вот сферу ну еще можно кстати переместить ее с помощью трансформ 2d transformation 2d так перемещаем смотрим ну чип нормально где в 2.9 информация про количество выделенных поликов здесь вот внизу просто в 2.9 здесь по умолчанию ничего не отображается нажми правой кнопкой мыши по вот этому пространству и включи галочки которые тебе нужны так и вот это вот круговой такой вот узор назовем это да можно размыть здесь есть два вида размытий в substance дизайнере есть как бы скажем быстрый вот такой вот блюр а есть качественный вот здесь я хочу качественно размыть поэтому он блюр очки он нам нужен вот плар очки грейскил так смотрим сюда смотрим сюда ну вот как то вот типа вот того да что такое пошире разве что может быть ее хочется сделать ну ну как то может быть так ли вот так поставь пока так так на здоровье борода блинами обращайся так чтоб сюда еще интересного впихнуть ну кроме зрачка зрачок понятно что интересен ну в принципе давайте сделаем да тут как бы зрачок зрачок это у нас по факту это можно взять например например диск да вот так вот диск ну чтобы у нас по красоте еще мог сужаться расширяться то вот вот можем сделать экспоуз да значение по иксу вот так вот возле любого параметра в substance дизайнере есть кнопочка такая где можно выбрать экспоуз из нее граф и соответственно те значения которые вы экспоузите так как бы публикуете в файле substance дизайнера можно к ним иметь доступ из других программ например из substance painter или из unreal engine или из unity у них вроде тоже там поддержка была sbsr файлов вот то есть можно процедурить это как бы скажем снаружи снаружи substance дизайнера так ну вот полусфера наверно лучше то есть вот она у нас полусфера как то вот так у нас будет ну пока пусть она будет окей берем опять blend здесь нам нужен сабтрект да то есть мы берем вот это вот эти пиксели вот это вот вот этой вот щелочки и вычитаем их из из нашего из радужки да и получилась ока сарумана отлично я так и планировал давайте поменьше дела тут по размеру том как ну наверно одну треть вид занимает считать вот такие 1 часть 2 часть 3 часть примерно одну треть давайте у нас в таком средней средней позиции будет потому что это же как бы еще не все что уж нельзя просто так взять чтобы он просто расширялся и не двигал вот эту вот всю историю будет как бы неестественным поэтому он эту историю должен двигать так а двигать он ее может сейчас надо придумать как так ну можно какой то опять же варп использовать да попробовать каким-то варпом допустим да здесь у нас типа такой градиент input а вот это у нас идет сюда вот и если ну вот это возьмем даже пускай размоем немножечко да у нас такая вот получается интересная странная штука но если мы его расширяем то у нас происходит такая вот не менее странная вещь хе-хе-хе-хе-хе, хе-хе-хе, а, да а, да прикольно, но не то что нужно хе-хе-хе-хе-хе, мммм, мммммм, ммммм, мммммм, мммммм. вот тогда у нас как она будет вести себя иначе не и конечно можно просто взять и расширить как то да допустим у нас здесь блюра побольше там 50 аж прям а здесь мы и зажарим power grayscale так только наоборот и теперь она у нас что делает она нас делает косяки это плохо косяки не нужны так мы просто эксперимента ради если подключить побольше сферу ну через блюр такая пропустить если мы через блюра пропускаем то получается что получается у нас ну кстати что-то похоже ну ка поменьше ну вот это верхняя штука из влияния мы уберем а так какие то тут такие тормошения происходят но опять же немножко это странновасто выглядит ну то есть вообще вообще можно же взять так делалось тут она превращается в шейт маппер да то есть играться как-то вот с этой штукой да здесь все прям максимально натурально понятно вот можно если добавлять радиус но при этом одновременно убирать ширину вот да то тогда может получится что-то необычное ну окей ладно в принципе пока можно не заморачиваться это я так уже на самом деле фигней страдаю так то по факту это можно делать и морфом и просто предустановкой такой в движке не подумаю на самом деле если чё-то придумаю то на следующем стриме скажу чё придумал если я решу забить на это то я ничего не скажу ну или скажу что я решил на это забить так давайте пока просто доведем а то что есть до какого-то состояния более менее интересного он кстати я бы наверное все равно здесь такой варп сделал то есть вот эти вот как будет сказать то волокна я бы их так приподнял немножко да немножечко тут все-таки по химичем варп так поэтому получается суем как вот сюда в эту вот подложку варпом и соответственно подложку он еще вот этой вот штуки сайс побольше можно сделать так и поблюлили блюры чеки у грейс кейл дам блюр по интенсивнее здесь вот интенсити так ну сейчас вот так делает я получается хочу наоборот сделать то есть мне нужен инверт инверт да все равно приятнее видите она подгибается сюда сейчас только немножечко это надо дать у нити будет то что нужно так во во красиво хорошо блюр 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 давайте еще побольше а кстати вор получается нужно втыкать вот на это место да 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 вот этого ободка потому что этот ободок я не ничего не хочу сейчас трогать вот так получается перри втыкаем вот это и втыкаем вот сюда в красота кстати чтобы визуально немножко облегчить дерево можно так вот выбрать нажать д тогда как бы как бы все такие одиноко стоящие ноды они пристыкуются к различным миксам вот такие паровозики соберутся не знаю что это немножко ухудшает читаемость нодового дерева но зато красивее ну как сказать некоторых случаях наоборот даже облегчает да меньше такой визуальной нагрузки так вот у нас глазок хорошо его можно подключить вот сюда да можно ему сразу организовать нормал мэп прям сюда вот так втыкаем этот грейскейл он конвертирует нам нормал мэп формат ну direct x по идее да потому что финальный то как бы приемник этих текстур это unreal engine а он на direct x работает blender воспринимает open gel нормально ну там мы просто перевернем каналы и хорошо будет так можно их покрасить давайте покрасим глаз заодно кто не знает могу показать крутой градиент substance дизайнера вот он gradient map прям самый первый так здесь надо нам красить по слоям то есть ну взять даже наверное вот эту вот чистую такую вот фактурку да вот берем ее втыкаем ее в gradient map пока все без изменений но когда мы нажимаем gradient editor то у нас появляется вот такое вот окошечко а здесь есть очень классная кнопка pick gradient она позволяет мало того что взять образец цвета вообще с любого места экрана так она еще позволяет вот так вот вам рисовать такую вот линию и эта линия она захватывает сразу сразу большую кучу цветов вот здесь можно выбрать сколько конкретно цветов вернее вот здесь вот здесь сколько конкретно цветов можно нужно вернее захватить да давайте возьмем побольше попестрее если для анрила то там импорт шерсти можно сделать прямо из 3d пакета из блендера правда неудобно через костыль ну сейчас удобно там просто через олимпик экспортируешь и все раньше костыль был да в 2.8 в 2.83 они допилили и там все все максимально просто нажимаешь экспорт олимпик и у тебя экспортируется сплайновая шерсть я пробовал уже максимально удобно ну по сути не отличается от того что как в майке да ты делаешь так ну давайте немножко вот эти все цвета возьмем немножко их возьмем да и немножко их позеленее надо бы сделать да это чересчур может быть даже погасить просто здесь синий канал поближе так к такому болотному цвету есть такое так вот это все можно еще зажелтеть не то не то не то вот так ну да да карабах карабах да читается твой ник а то я вот все все такое смотрю смотрю и не решаюсь назвать хе-хе-хе-хе ну если что поправь меня да там стало все удобненько минимум страданий ну можешь посмотреть какой-нибудь видос по тому как это делается в целом там что-то в настройках олимпика надо не забыть нажать я уж не помню давно это проверял так давайте через hsl просто это пропустим фьюфа турашен lightness вот и фишечку так покручим и посмотрим что тут у нас получается ну примерно так а карабин я понял спасибо за уточнение ну ладно пусть этот цвет будет можно кстати его не слегонца вот так вот подразмазать используем blur hq color чуть-чуть вот так вот мазануть ну да вот так примерно можно кстати из этого вот всего что мы тут насобирали в черно-белом формате взять ambient occlusion ambient occlusion такой вот нот да он делает собственно аошку как можно догадаться так и здесь вот возьмем радиус ну пусть остается такой а вот глубину так вот прям небольшую знаете так немножко прорисовать чтобы ну вот этот вот узор так давайте это поставим на фактор а вот это положим вот сюда прикрепим это вот сюда да так а вот сюда ну это слишком черный типа да слишком уж он ядреный можно пропустить его чуть-чуть еще через один хсель 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 вот так вот и здесь уже у нас лайт нас можно убавить ну пока пусть будет ну пока пусть будет немножко зажелтить да что-то такое среднее ну вообще поверх всего этого еще градиент хочется пустить просто вот поэтому сейчас посмотрим сильно сейчас морочиться не стоит натуральности ради нам требуется ну опять же можно взять шейп это у нас может быть опять же полусфера в blend берем вот это давайте пока просто черный цвет возьмем как фактор эту сферу сюда кладем радиус уменьшаем наверное да немножко берем curve перри перри втыкаем и надеюсь настройках керва нам надо затемнить вот этот вот край получается и здесь вот такой зеленый цвет видите да используется на краю на краю потемнее конечно а здесь посветлее давайте попробуем один и тот же заюзать так вот получается вот так вот в серединке так здесь все ярко кстати тоже так же вот искривляется по этому самому ну ладно заюзаем тогда только только край только края так затем ним так и край подрежем еще ну например так так и цвет давайте тоже возьмем отсюда он тут такой болотный ну в принципе подходит да здесь получается надо слегонца пожелтее так и и здесь получается тоже слегонца пожелтее но но не оранжевый хотя он даже немножко оранжевый ну так допустим пусть пока будет так так это все можно пристыковать чтоб не мешалось так сейчас нам тут нужно затемнить вокруг зрачка так где у нас сама форма там вот это да вот это так берем туда вот эту форму как фактор для какого-нибудь бленда так все можно тащить скорее всего еще что насобираем из нодов так берем какой-нибудь бленд фактор вот это вот полусверка ужата это вот сюда втыкаем не сюда втыкаем с шифтом можно переводкнуть кстати так и нам нужно дважды ее смешать один раз мы ее вот так вот блюрим да и подзеленяем тут вот вот просто такой однородный цвет взять пока что выберем вот такой вот зеленый но он явно по насыщеннее тут должен быть можно переключить на вот saturation у нас и фью такой ближе к зеленому смотрим что получается потемнее надо будет еще сделать его и подразмыть может быть посмотрим так вот это перевтыкаем затемняем value уменьшаем saturation поднимаем да так и вот как-то хочется само что поджарить что ли да тоже это курвой сделаем так немножечко его зажарим ну вот например так и еще один бленд сейчас потребуется здесь мы делаем уже черный сам зрачок черный зрачок а фактором у нас выступает неразмытая вот эта вот полусферка во прошу ее даже наверное нужно не то что не размыть а наоборот ее под зажарить потому что здесь видите какой-то плавный переход которого не должно быть соответственно можно кстати не курвой так не совсем удобно а histogram scan использовать histogram scan так и вот позиция у нее вот такая вот прям совсем нарисованы давайте чуть-чуть так такой чуть-чуть помягче переход вот так вот хорошо давайте все задокаем ну D нажимаете на клавиатуре D это док то бишь легко запомнить так сохраним а еще же вот эту вот надо полоску такую узор скажем так подкрасить в свой цвет это можно куда воткнуть например вот после этой ну да после этой можно воткнуть чтобы это сделать нам нужен опять же микс и нужно вот это вот колечко одинокое вот допустим вот сюда оно пойдет как фактор вот это у нас пойдет как как основной цвет а сверху у нас ляжет как раз цвет самого колечка так ну оно у нас не черное оно у нас какое-то такое коричневоватое опять же можно стащить с референса цвет надеюсь с шифтом так вот берем эти усы перевтыкаем получается такая вот штуковина интересная кстати а чона сместилась относительно нормальки не оттуда взял вполне возможно да я я же ее трансформировал и размывал понял ну то есть да получается нужно было брать не отсюда а вот отсюда ну вот так вот с шифтом это исправляется во нормально хорошо она такая вот у нас однотонная на самом деле знаете можно даже над ней поколдовать немножко и такую типа по краям она более темная а в центре она более светлая так а чтобы это сделать так чтобы это сделать мне определенно точно нужен микс неопределенно точно это нужно ну как фактор взять ну давайте пока просто сдублируем ну вот она по факту такая вот она есть ну здесь лучше вставить черный цвет потому что здесь черная не потому что черный цвет назначено потому что отсутствует какая-либо информация так могут косяки возникать при экспорте так вот это мы взяли вот это взяли получается у нас уже тогда потеряла актуальность штука если мы вот кнем это сюда ну кстати здесь уже есть такой небольшой переход от коричневого к черному ну это скорее косяк нежели фича чтобы это была фича это надо прям руками проконтролировать так что получается у нас здесь идет так здесь идет так это смешивается по этому то бишь вот здесь нужно добавить блюр либо здесь наоборот ужать но она достаточно широкая уже поэтому давайте наверное попробуем поджать ну если что если что туда блюр засунем так ну вот да уже здесь более осознанная такая вещь происходит вот единственное что здесь прям наверное не черный цвет надо брать потому что это уже прям чересчур можно взять вот такой же скажем коричневый ну немножко он потемнее ну и в целом колечко конечно потоньше хотелось бы так где у нас тут толщина колечко вот здесь она у нас насыщенности можно ему добавить да этому кольцу ну пусть оно такое тонкое будет прям так да вот вот этому цвету давайте saturation вот так вот бахнем какое-то такое авокадо получается авокадо так и яркость поднимем ну кстати неплохо и еще может покраснее даже ну да нормально так вот здесь у нас такой вот отросточек маленький появляется может быть конечно он имеет место быть но что-то мне хочется от него очень сильно избавиться давайте просто здесь повращаем посмотрим где у нас он не встречается здесь возьмем transform и так перетащим его на центр вот примерно так вот да давайте может здесь радиус побольше так начинает проявляться эти штуки ну допустим вот пока пока так оставим так ну и осталось добавить еще градиент вот который видите здесь ок цвет по краям ок цвет окейный а вот в середине хочется прям высветлить для того чтобы был такой объем какой-то интересненький высветлить можно опять же перед тем как мы наложили вот эту вот круговую такую загогулинку ну вот куда-то аж прям наверно вот на этот этап то что произошло тут произошло смешивание света и тени да а здесь произошло размытие ну да да нормально нормальнёк так тогда получается снова бленд пока его здесь в сторонке сделаем наверное вот так вот сам с собой блендится только один из концов у нас будет пропускаться через ХСЛ вот так вот вот а фактором выступит что-то с курвой именно изначальная полусфера вот она вот она изначальная полусфера и вот так вот это делаем так здесь давайте я пока чтобы понимать что я делаю лайтнес выкручу побольше да вот он все видно хорошо так получается центр центр у нас вот тут тут вот это сюда куда-то переместим и от края отодвинем ну вот примерно так здесь как бы переход хотелось бы поглажу немножко и поближе к краю наверное ну вот например вот так так и здесь соответственно не такой ядреный лайтнес чуть побольше да чем здесь сатурэйшен повыше поближе к желтому тоже красный к желтому ну ладно оставим так вот сюда например вот столько лайтнес ну допустим так изначально хочется на самом деле позеленее теперь сделать так где он тут у нас зеленица то вот где то наверное вот здесь да вот это вот хочется позеленее ну вот давайте 0 5 ну по факту там и ничего не меняем ну ну окей так а вот здесь вот ну ладно о порога блинами спасибо большое за поддержку прислал свои муки хорошо сейчас сейчас посмотрим хорошо сейчас я тут чуть-чуть это зеленцу погашу так куда то вот сюда муки творчество это же прекрасно так и вот как то вот сюда вот здесь я вообще хочу это все размыть на самом деле чуть-чуть но хочу именно вот это вот оно прям такое чересчур ядреное оно меня прям такое не дает блар ну вот это конечно вообще идеалити хе-хе-хе так ну ммм ну прям конечно вот совсем убивать не стоит но ну вот как то вот на такой вот уровень хочется наверное вывести так хорошо я уже дуба дал и через мультирейс хоть как то подлепил миш и оставил уже так хоть как то хоть как то многозначительно хоть как-то хе-хе-хе так ну в целом текстура глаза ну ее надо еще доделать нет я не могу сказать что это что-то похоже на готовое это похоже на начало работы над глазом на следующем стиме продолжим так хорошо так сейчас я временно погашу экран вот тут надо посмотреть на всякий случай проверить так может криво у меня стримовый таймер обрезается ужас надо будет поправить сейчас у меня скачивается файл 2 красивенько сделать как красиво то да что что неровно во боже как красиво то вот это красотища так все скачалось сейчас я загружу это блендер гляну и покажу сейчас момент так текстурка потерялась видимо не критичная и кикну отсюда так но тут самое главное что бросается в глаза это то что надо посмотреть на пропорции то есть сейчас давайте снова погашу экран запущу браузер чтобы показывать референс у тебя нарвал да нарвал я цветов нарвал кошка нарвал кошка фото да интересно интересно кошка фото то это не кошка а сорвал я понял не нарвал это такие же этим есть как их там это же эти с такими вот интересными рогами а сервал а сервал кошка о как удачно ой этот еще удачнее какие они молодцы а мне уже нравятся эти кошки так ну ну и пропорции конечно у них странноватые но тем не менее так давай я сюда это чтобы было удобненько положу поворачиваться то так нет не так там есть было какое-то сочетание клавиш и control shift и control а так ну первое что бросается в глаза это пропорции вот то есть если мы посмотрим то здесь прям большой багажник у кошки как бы культурно назвать задняя часть скажем да задние лапы вот если здесь поделить ее пополам условно то лапа начинается от половины то есть вот он мысленный центр и вот здесь раз часть 2 часть 3 часть и 4 часть есть одна четверть с краю и здесь одна четверть с краю здесь как бы грудь здесь как бы задняя часть вот дальше это вот прям супер первое что бросается в глаза второе здесь тебя как бы получается локоть да ну локоть либо здесь либо здесь но чисто по расположению локоть так это даже это смотри так вот у нас грудная клетка вот у нас где-то там вот она ключицы проходит и где-то здесь у нас начинается сустав вот этой руки да он идет у нас получается сейчас мне надо на свою кошку посмотреть так посмотрим на этих так вот так и вот так так все у меня мозг потек мозг момент у меня просто были они нормально это я на над этим тогда заморачивался поэтому сейчас по идее тут как здесь 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 сустав тоже да так ну да хорошо отойдет сюда сюда вот тут сустав вот и ну вот он сустав вернее да вот он так вот сюда идет вот кости прямые соответственно ну вот так попрямее вот а здесь здесь какая то такая вот штука странная то есть не вот сустав он здесь получается вот сустав так все и все вытек мозг момент референсы так смотрим кошку анатомия кошки лучше прям скелет да вот да вот здесь он крепится к лопатке потом идет сюда и сюда да то есть вот этот локоть он как раз идет ну вровень можно сказать с линии живота да вот и поэтому если вот этот локоть то он практически правильно находится если вот этот локоть то он находится ниже чем нужно здесь два локтя нужно выбрать один из них предлагаю объединить два локтя в один и разместить вот здесь посередине будет самое то так дальше это уменьшить сказал здесь локоть посередине сказал на то есть вот он идет так вот так вот сустав и вот там еще куча мелких суставов хорошо так дальше смотрим на оригинал вот здесь соответственно выпирают именно лопатки вот они края лопаток они выпирают у сервала они еще более отчетливо выбирают так далее уши ну уши по пропорциям ну великовато на самом деле великовато они все-таки поменьше то есть если мы здесь проведем линию ну как понятное дело что немножечко вот так наклонил голову но мне бы хотелось их резануть уже где-то здесь поуже и они более по растопыреннее так они скорее всего тоже могут быть вот но вряд ли вот и плюс вот здесь вот когда ты растопыришь уши да здесь вот такой проезд побольше вот он здесь явно покрупнее так дальше ну здесь глазницы хотелось бы очертить да где-то здесь пойдет так вот глаз эта линия глаза они у них еще более наклонены да чем обычных кошек тут прям угол очень сильный угол наклона большой большой крупный нос здесь если смотреть нос он прям таким как бы пятачком идет вот это сама переносится она по луже то есть у нас идет вот так вот и вот так вот то есть рисует мышкой а зачем я это делаю не понимаю так вот то есть у нас так идет это и вот так вот на расширение да такая тут как бы бульба рот рот кстати похож на как у ящерицы он у кошек вот эти вот губы они достаточно узкие то есть они где-то закончится наверное вот здесь просто когда он рот открывает они растягиваются да то есть здесь находится мышцы они вот котел скуловой кости они крепятся и они отвечают за растягивание губ у людей эти мышцы отвечают за улыбание ну и за растягивание губ тоже так вот здесь вот хочется подбородка дать вот здесь подбородка прям я не чувствую мне кажется он должен быть тут по-любому должен быть да вот здесь тебя провал ну то есть проваливается это как бы шея а тут же позвоночник на самом деле то есть вот тут позвонки и наоборот вот эта средняя линия это самая выпирающая такая часть да она не мешает ну давай спрячь ну как бы это все все замечания не актуальны остается так кстати по высотам если тоже посмотреть да ну по высотам у тебя в принципе окей вот но вот у нас тут вот самое высокое место до лопатки выпирают ну это холка да здесь область холки вот потом здесь идет так вот у него задняя часть и здесь вот в середине небольшой такой вот прогиб случается вот ну и в животе тоже здесь соответственно нужно будет отрезать аж прям вот настолько наверное может даже и под настолько то есть вот так вот это все дело отрежешь и здесь здесь вот сверху хорошо здесь тоже я бы присобрал вот так вот туда у тебя все пойдет здесь прогиб в принципе должен появиться ну типа всегда стоит учитывать что если животное как бы она в форме то у него грудная клетка она вот так вот пониже спускается а здесь у нас живот он такой более подтянутый на случай с кошкой у лошади например наоборот да вот живот так вываливается вниз так ну вот у сервалов я вижу у них нет таких вот сильно изгибов в лапах да у них такие ноги прям как столбики то здесь можно пододвинуть этот сустав к центру то есть попрямее сделать линию не не вот так вот да допустим вот так вот ну угол скажем так выпрямить вот так чё еще так ну хвост там те скорее всего просто не доделан тут с ним конечно вряд ли какие-то проблемы могут быть кстати вот здесь вот спереди в груди прям проблема достаточно большая смотри как бы грудная клетка она имеет форму яйца если смотреть отсюда да вот а если смотреть отсюда то это как бы круг но это как бы ты смотришь на яйцо на его торец яйца вот здесь надо все округлить вот но помимо этого поверх вот это вот яйца да также еще идут и лапы и то есть получается здесь добавляется еще такой вот объем там она дальше идет какие-то косточки там коленки вот с этой стороны тоже самое соответственно вот и получается что вот эта вот часть она пошире то есть как бы такие вот плечи до присутствуют вот а здесь наоборот как бы тел трапеция идет вот так вот да а она должна идти вот так вот сейчас я это вытру она должна идти вот наоборот вот так то есть верхняя часть шире чем нижняя так вот ну зад просто нужно как бы округлить да то есть ну просто сделать его круглее здесь прям такие углы 90 градусов вот они плавнее должны переходить вот здесь вот вмятина да если вот здесь смотреть а ее быть тоже не должно так вот все плавненько нужно это чтоб сходила так вот пальцы пальцы смотри советую наверное сделать прямо так по косточкам да то есть кости лепить просто потому что они имеют форму таких вот гантелек да вот просто четыре таких вот гантельки слепи вот ну куда они там идут они вот здесь вот идут то есть слепи такие прям четыре гантельки они абсолютно круглые свяжи их такой пучок ну посмотри по референсу как они объединяются в один пучок так где тут можно посмотреть у меня ну это передняя лапа а вот задняя ну здесь немножко сбоку ну ну вот видишь да то есть вот они вот такие вот да что ж вот они такие вот гантельки их четыре штуки они круглые ну просто цилиндры то есть берешь так это дублируешь их здесь немножко поближе соединяешь здесь немножко растопыриваешь такой как бы такая метла получается да из четырех штук как показать то о ну короче сверху они ближе они расходятся вот так вот короче елочкой домиком метлой в общем ты понял вот к этим цилиндрам приделает такие же цилиндры тоже так вот они под углом там 90 градусов либо там 95-100 и к тем цилиндрам еще вот так внизу а между ними просто заполни мясо ну все будет просто просто волшебно будет во вот же что вот не видишь сверху они плотно соединяются а потом они расходятся такой кистью как раз ну поэтому кисть называется хоть и эта нога но тем не менее так есть что еще сказать интересного мне сейчас посмотрим ну в передний аналогичный совет вот прям конечности сделай по такому принципу то есть я бы предложил отрезать сейчас вот эти вот руки-ноги здесь вылепить такую буханочку чтоб трапеция была сверху ее сторона пошире снизу чуть поуже вот здесь все тоже аккуратно кругло без резких переходов а ниже прям такие эти гантельки цилиндры проставь и сверху нарасти мясо мышцы тоже соответственно можно посмотреть где тут можно посмотреть ну вот мышцы тоже они не сильно сложнее по форме они это такие гантели наоборот то есть у нас наоборот концы узкие а в середине надута тоже можно их к этим костям прикрепить сильно их вырисовывать конечно нет смысла ну просто как бы на этапе понимания как это делать можно попрактиковаться в мышцах и костях потом это на уровень такого наите выйдет так и уши 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 тоже видишь здесь они не совсем аккуратно они вот такие вот должны быть ну сейчас они немножко не туда во первых они у нас получается они у тебя практически строго вперед направлены так кошка делает когда ищет источник звука когда она прислушивается а так они чуть-чуть в сторону направлены то есть как бы прием сигналы вот так у них немножко по сторонам ну естественно они такие вот округлые вот для чему внешние звуки поступают и ray tracing звука там происходит в ухе они тут как бы так поступает звук ударяется и попадает вот сюда вот ну что-то вылетает да назад что-то вниз ну короче он такой полусферой если сверху смотреть на ухо так и вот череп тоже потерялся да если сверху смотреть тут череп ну да он у них более вытянутый да но здесь вот если не учитывать уши он такой вот более округлый тоже все к каким-то яйцам стремится к форме яиц то есть да немножко покруглее и здесь у нас самая выпирающая часть получается вот потому что здесь он дальше скрепится к позвоночнику и он там дальше вот так идет так вроде я все сказал тут отдельно ну это то же самое ну да так ну в общем как то так 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 ну что сегодня стрим у нас прям сильно долго идет вот ну текстуры перепекли глаз начали делать текстуру глаза да в собственно дизайнере на следующем стриме продолжим спасибо большое что смотрели заходите в сервер дискорд там можно общаться вне стримов подписывайтесь на канал оставляйте комментарии под видосом и увидимся с вами совсем скоро ну скорее всего завтра ну вступайте в сервер дискорд там есть актуальное расписание я его всегда стараюсь поддерживать в актуальном состоянии все спасибо большое всем всем спасибо всем пока пока